Давайте приступим. Я подготовил на самом деле максимально расслабляющий и постарался сделать интересный доклад на тему QR, в частности, потому что я не первый, мой доклад не первый, следовательно, вы уже немножко подустали. Кстати, единственная цель доклада, которую я закладывал, это вряд ли знакомство с QR-кодами. Спасибо предыдущим докладчикам за то, что они порекламировали мой доклад, добавляя QR на многие свои слайды. Вот. Моя главная цель моего доклада – это расширение кругозора в практиках применения QR. В частности, потому что, как мне кажется, что за многие-многие годы, когда QR существует, эти практики, они очень сильно расширились. И я как раз вам постараюсь донести до вас информацию о том, как они расширились и куда дальше можно стартануть. К чему это вас приведет, я надеюсь, к чему-то очень-очень-очень интересному. Итак, рассказывать про QR достаточно бессмысленно. Все знают, что такое QR. Много раз пользовались, много раз попадались на уловки маркетологов, которые вас всеми силами завлекают интересными QR-кодами, интересными предложениями. Вот. Но до того, как мы… Я проведу вас по полной истории QR, но максимально коротко. И до того, как мы перейдем к непосредственно QR, надо бы рассказать, как он появился. Появился он из штрих-кодов. Сначала были штрих-коды. Они разработаны в 1949 году двумя американцами для решения одной основополагающей проблемы, а именно автоматического считывания кодов продуктов в супермаркетах. Вот то, что сейчас вы в каждом супермаркете заходите и вас пропикивают на кассе, это как раз вот эти вот двое ребят. Но при этом в 1949 они это разработали, только в 1974 смогли, благодаря одной из ассоциаций в Америке, смогли это внедрить. Первый штрих-код был считан в супермаркете в 1974 году. То есть 15 лет это все внедрялось, точнее, даже 25-25 лет. И далее эти штрих-коды начали использовать в автомобильной промышленности. Там та же самая цель, у каждой детали свой штрих-код, надо было это все считывать. И в определенный момент в Японии на заводах Toyota из-за ограничения по объему данных по штрих-коду стало недостаточно. В тот момент они были всего лишь 15, всего лишь 13 символов эти штрих-коды занимали. И спасти ситуацию пришел Масахиро Хара, это достаточно в тот момент не старый, достаточно юный инженер, который очень сильно любил играть в японскую игру Go. И в определенный момент заметил определенную закономерность, когда у вас в Go куча-куча разных черно-белых клеток и еще там поверх белые непосредственно сами фишки. И он заметил, что почему не использовать такой же принцип для считывателя. И это дало свои плоды, в чем главное преимущество QR-кодов, это то, что их можно динамически расширять. То есть вы замечали, что QR-коды, вот эти полоски, они разных размеров, то тоньше, то шире. И это как раз зависит от того, сколько данных вы хотите туда зашифровать, больше или меньше. В результате так появились QR-коды, с 94-го они активно применяются. И что очень важно, лимиты QR-кодов, чтобы вы понимали, более 7000 числовых символов, если вы цифры туда пытаетесь заложить, и более 4000 символов алфавитных, просто для понимания, чтобы эти цифры не были в вакууме, мертвые души, более 400 страниц, они все влезут на 100 QR-кодов. Это получается 4 страницы мертвых душ на один QR-код. Это достаточно большой объем данных. И еще одна интересная статья, которую я бы хотел поделиться в завершении как раз вот этой вот истории, это то, как читать QR вручную. На самом деле это несложно, и здесь вы на средней картинке видите, что на самом деле QR, он достаточно прост. И при том, что QR еще имеет одну интересную особенность в сравнении со штрих-кодами, это дублирование данных. Как вы видите на средней картинке, там данные дублируются в левом верхнем углу, в правом верхнем углу и в левом нижнем углу. То есть если по какой-то причине часть QR-кода будет оторвана, будет как-то замылена или еще что-то с ней произойдет, то есть она будет нечитаемой, то QR-код все равно считается. И это тоже огромное-огромное-огромное преимущество QR-кодов, которые позволяют нам сейчас просто поднять камеру нашего мобильного телефона и тут же получить всю информацию по QR-коду. И теперь мы переходим к второй части такой познавательной моего доклада, а именно зачем можно использовать QR-коды. Глобально рассказывать о базовых механиках использования, поднимая камеру своего мобильного телефона и включая приложение камера на своем телефоне, думаю, бессмысленно. Это ссылки на сайты, что вы часто делаете сами, подключение к Wi-Fi, достаточно быстрое, просто по QR-коду и сразу подключились. Номер телефона можно туда зашифровать, адрес электронной почты, контактная информация, причем очень достаточно широкая контактная информация в плане того, что там можно имя, фамилию, свою компанию, свою работу, должность. Там вообще много всего можно туда, в том числе и ссылки на социальные сети. Быстрое добавление события в календарь. Навели, вам предложили добавить в календарь, вы нажали «Да» и ссылка для отправки смс, ссылка на координаты на карте. И это на самом деле еще не все. Это такие базовые, но QR-код, его протокол достаточно быстро расширяется. И сейчас уже четвертая версия, а дальше будет пятая, шестая, седьмая. В результате этот список будет значительно-значительно-значительно расширяться. И теперь по использованию. Как уже используют QR-коды? Я просто расскажу. Они, в частности, сейчас используют, как вы знаете, в Китае для оплаты покупок в магазинах. Россия в этом вопросе не первая. Уже много-много-много лет, больше семи, если я не ошибаюсь, существует WeChat Pay, где вместо NFC оплаты используется QR-код. То есть вы просто из приложения WeChat Pay наводите на кассе и все. И сразу же происходит банковский платеж. Что важно, в Китае, вы знаете, сколько людей живет в Китае. Очевидно, что эти люди, каждый из них совершает большое количество платежей ежесуточно. И вот теперь представьте, что весь вот этот объем надо еще умножить на треть платежей Китая. Треть – это огромное, колоссальное, 33,5%. Треть платежей в Китае происходит по QR-кодам через вот этот вот WeChat Pay. То есть распространение QR-кодов в вопросе платежей – это в Китае просто колоссально. Далее в 2015 году PayPal инициировала бум QR-кодов в Америке и, соответственно, во всем мире. Причина довольно простая. PayPal, как вы знаете, это не банк. У них нет физических карт. А как-то оплачивать через PayPal нужно было. И они тоже интегрировали в свою систему оплату через QR. И в результате большое количество американцев, и не только, используют, я думаю, вы видели подобные QR-коды для оплаты через PayPal в интернете. Потому что очень часто теперь PayPal, и не только PayPal, производят оплату по QR. В России вы знаете QR-коды в первую очередь, ну, точнее, если вы пытаетесь вспомнить, когда же вы начали активно использовать QR-коды, конечно же, это платежи. Это все платежи, у которых в углу есть QR-код, который вы можете считать и тут же оплатить. И это довольно удобно, и это существует очень-очень-очень давно. И этим активно пользуются люди, у которых есть телефон и мобильный банк. И я думаю, дальше вы сами поймете, какой следующий этап в России. Это, конечно, QR-коды с сертификатами вакцинации, и не только. Здесь, конечно, QR-код стал уже нарицательным, нарицательным, не в очень, наверное, правильном направлении, потому что все-таки QR-коды это больше, это шире, а старшее поколение, они, если упоминаешь QR-код, сразу же моментально идет отсылка к QR-коду сертификата вакцинации, который в определенный момент пришел к нам в страну, и не только во всем мире. И теперь мы всю вводную часть мы прошли достаточно быстро, за 10 минут, а теперь мы уже поговорим о самих QR. Что такое QR-коды? Это важно, я буду сейчас говорить максимально примитивные вещи, которые вы все знаете, но это важно обозначить по одной простой причине, потому что QR-коды – это достаточно широкое понятие, и очевидно, что из-за того, что в некоторых ситуациях QR-коды использовались в определенных назначениях, вы к ним привыкли, то у вас очень размылено понятие QR-кодов, и есть какие-то, как я заметил, есть какие-то ограничения у вас в голове по тому, где и как можно использовать QR-коды. На самом деле, QR-коды – это намного шире. QR-коды можно использовать значительно более инновационно, но из-за вот этих ограничений, поэтому я скажу, что вам нужно знать о QR-кодах, а все остальное надо вам забыть перед тем, как вы перейдете к использованию QR-кодов в разных креативных и инновационных целях. Именно. Что такое QR-код? QR-код – это просто строка текста для оффлайн-представления. То есть у вас есть строка, которую вам надо в оффлайне считать, то есть там в этой ситуации используется реальный мир, не просто в интернете, а реальный мир. Это первая такая базовая вещь, которую вам надо помнить. И второе. Если есть QR-код, то значит должно быть какое-то устройство с камерой. Это второе ограничение, которое вы должны знать. Фактически других ограничений нет. Вообще никаких. То есть у вас должен быть оффлайн реальный мир, и у вас должно быть какое-то устройство с камерой. Все остальное, все остальные ограничения – это просто у вас в голове. И теперь, что с ним можно делать? И его главная цель. Главная цель – это бесконтактная передача текстовой или числовой информации на устройство с камерой с какого-либо статичного источника, постера, плаката, рисунка на стене. Статичного, то есть неизменяемого, который вот налепили и все. Какого-то распечатанного документа. Или с неизменяемым QR-кодом. Или динамического источника. Монитора компьютера, где этот QR-код меняется постоянно. Экрана другого мобильного телефона. Не знаю, телевизора. И там этот QR-код постоянно меняется. То есть есть статичные и динамические. И можно... Я вам расскажу дальше примеры использования и того, и другого одновременно. И это достаточно будет, мне кажется, вам интересно. Итак, привитивные формы использования QR-кодов – это, конечно, ссылки на сайты, компании, соцсети, мессенджеры. И единственная цель там, которая используется – это облегчение передачи ссылок. Чтобы пользователь не печатал их вручную, что достаточно долгое, и можно ошибиться. А чтобы просто сочетал и все, и забыл об этом. Но, и это самое важное, мне кажется, во всем моем докладе, для чтения QR мы можем использовать не только приложение камера на вашем, предустановленное приложение камера на вашем мобильном устройстве, но и наше веб-приложение, мобильное приложение, и в том числе веб-приложение. Дальше под словом приложение я буду часто использовать именно веб-приложение, например, PVA или просто веб-сайт. Просто будьте в курсе. Так вот, для чтения QR мы можем использовать не только приложение камеры устройства, но и наше веб-приложение. Подключив туда какую-то JS-библиотеку, которых очень-очень-очень много, вы по количеству лайков в NPM увидите, где какую лучше использовать. Причем они есть и для конкретных фреймворков, на React, на Vue, на Angular. Так вот, эти JS-библиотеки используются для подключения к камере и чтения QR-кодов. Это дает нам бесконечное количество возможностей использования QR-кодов, ограниченные только одним, только нашей личной фантазией. То есть очень часто были ситуации, когда заказчик даже у нас, заказчик даже не подразумевал, что так можно подключить еще и QR-код и использовать это, и делал какие-то более сложные предложения нам, а мы его переводили на QR. И дальше я вам расскажу, к чему это все привело. Но сначала я расскажу о нестандартных примерах в мире использования QR-кодов и немножко об истории эволюции использования QR-кодов. Первый пример, который я вам хотел рассказать, это вы сейчас видите на фотографии, это метро. Это 2011 год, это метро в Китае, и там на стене находятся просто плакаты с продуктами, у каждого из этих продуктов есть QR-код. Это 2011 год, это более 11 лет назад. Пользователи, находясь в метро, заходя в метро, каждый день, проходя бесконечное количество разных веток метро и всякое такое, могли спокойно подойти туда со своим мобильным телефоном, отсканировать, специальным приложением отсканировать штрих-коды и добавить все эти продукты себе в корзину, тут же оплатить. И когда приезжали домой, их уже там ждал пакет продуктов, которые они здесь заказали. Это, мне кажется, достаточно интересно, достаточно эволюционно в тот момент времени и достаточно нестандартно использование QR-кодов. Далее. Простите, пожалуйста, это не Китай был, это Япония была. Я чуть-чуть спутался. Следующее, потому что следующее, это у меня 2013 год, это отель в Китае с авторизацией по QR-кодам вместо NFC-карт. Как вы знаете, сейчас используются все чаще и чаще используются NFC-карты, когда вы не с ключом ходите физически, а просто прикладываете NFC-карту, например, для входа в свой номер или для входа, если у вас на карте есть разрешение пройти куда-нибудь там в бассейн или пройти в тренажерный зал, вы прикладываете свою NFC-карту для того, чтобы туда пройти. Здесь же для этого всего использовался QR-код. То есть у вас на каждом замке там был QR-код, вы просто приходили туда с приложением и считывали его. Благодаря этому он открывался. То есть что там происходило? Там открывались двери номера, заход в тренажерный бассейн, как я говорил, записаться на массаж, можно было также подойти по QR-коду, сделать себе кофе в кофейном автомате. То есть все это проходило, то есть полная замена NFC на QR. Вот теперь представьте вот такое вот. И это тоже возможно, это тоже очень-очень-очень-очень удобно. Потому что NFC-карту вы можете потерять, вряд ли вы потеряете мобильный телефон в таком глобальном смысле. Если потеряете, никто его не разблокирует. То есть это большая секьюрность даже в сравнении с тем же самым NFC. Далее, 2015 год. Как я мог не сказать про Яндекс.Ключ? Яндекс.Ключ – это идея довольно простая. У вас есть мобильное приложение, которое… И у вас есть разные другие приложения. На телевизоре, кинопоиск или еще что-нибудь. На экране вашего компьютера, вход в почту и так далее. И для того, чтобы войти, вы просто сканируете QR-код своим мобильным телефоном. И все. Ну, то есть любая авторизация, возможно, просто сканирование QR-кода. То есть никаких паролей не надо вводить. Опять же, это повышенная секьюрность, потому что без мобильного приложения, которое у вас установлено на вашем телефоне, вы никуда не зайдете, не сможете зайти. То есть не будет такой ситуации, что вы потеряли пароль. Еще хуже – забыли пароль. У вас всегда все под рукой, и вам нужно в сравнении с вводом пароля, вам нужно менее, не знаю, полусекунды для того, чтобы просто навести QR и авторизоваться. Сейчас то же самое делают Google, Facebook. И называется все это… Фух, секундочку. В общем, сейчас то же самое делают Google и Facebook. И они сейчас делают аналог, который позволит авторизовываться вообще на всех сервисах. Такая универсальная система авторизации, которая полностью повторяет Яндекс.Ключ. То есть они были инноваторами, они были первыми. Им респект за это. Но очевидно, что Google не был бы Google, если бы не попытался добавить туда много-много разных других удобных фич и удобных каких-то решений. То есть они еще немножко расширили. И теперь переходим, наверное, к самому, на мой взгляд, абсолютно субъективный взгляд. Переходим к следующему этапу нашего доклада. Он же будет ключевой, но, я надеюсь, самый интересный. Это мой опыт использования QR-кодов. Как я пошутил, когда просили меня описать мой опыт использования в IT и конкретно в сфере моего доклада, я пошутил по поводу того, что QR я пользуюсь лет 15 уже. Как и все, как и многие. Но за это время я успел сделать несколько интересных решений, которые, я надеюсь, помогут и вам тоже покреативить в своих проектах в дальнейшем. В 2015 год мы купили, компания купила настольный футбол, кикер в простонародье, и мы решили его сделать лучше. Мы взяли планшет, мы взяли микроконтроллер, и мы подключили это все, натыкали кучу лазеров в месте, куда забивается мяч. В результате мы сделали автоматический подсчет забитых мячей, что довольно удобно было, когда мы играли в офисе. Но в определенный момент руководство сказало, давайте покажем наш кикер, а мы сделали, правда, это все очень круто, то есть у нас подсчет был прям стопроцентный, вот. То есть мы использовали многие свои знания, и у нас все разделение по команде было. Давайте покажем миру. И мы поехали в Новосибирск, и там решили сделать какое-то дополнение к этому кикеру, мы его расширили, а именно. Представьте вот такой вот кейс использования. Люди подходили к этому кикеру, причем нас в тот момент там уже не было, мы бегали по докладам, подходили к кикеру, там стоял статичный QR-код наклеенный, который было написано, сочитайте. Они считывали в результате, переходили на специальную страницу в интернете, на сайт, где нужно было ввести свое название команды, там два всегда, количество участников всегда два, ввести свое название команды, в результате они регистрировались там, и получали свой аккаунт. Далее они подходили к кикеру в пределах самой обычной физической очереди, подходили к кикеру, вставали на одну из двух сторон, после чего в приложении сканировали QR-код одной из сторон, и они сразу же появлялись, их команда сразу же появлялась на табло, на одной половинке со счетом 0-0, их команда прям сразу появлялась там, и все забитые им голы, и ими забитые голы сразу же считали, сразу же попадали в турнирную таблицу, прошу прощения, и начиналась игра. И дальше мы провели там какой-то чемпионат в конце, мы там многие команды, многие со многими боролись, и был даже финал какой-то эпичный, и это все было исключительно за счет веб-приложения, за счет QR-кодов, и как раз вот этот пример использован статичного и динамического QR-кода. Статичный QR-код был, когда вы подходили и сканировали для того, зайти в приложение, а динамический был, когда вы использовали этот QR-код уже, точнее, считывали сторону, и дальше использовать этот QR-код для записи в дальнейшем, для записи на следующий этап чемпионата. Вот. Согласитесь, достаточно простое решение, но как же все-таки QR-коды нам упростили всю вот эту систему? То есть нам не нужно было стоять рядом, регистрировать это все. Люди все делали сами. Это все было в пределах экрана и в пределах их мобильных приложений. Итак, идем дальше. Следующий проект, 2018 год уже на этот раз. Простите, я не смог найти, не смог сделать по определенным причинам. А, простите, у меня нет скрина с этим. Тогда включаем фантазию. Это проверка билетов оффлайн, чек-ин, чек-аут. Все довольно просто. Задача была довольно простая. Нужно было... Представьте футбольный стадион, представьте вход на этот футбольный стадион и представьте, что там по причинам определенным там глушился сигнал мобильный и в результате не было ни интернета, ни Wi-Fi, ни мобильного интернета. И нужно было каким-то образом взять и сделать так, чтобы контролеры могли считывать билеты и пропускать людей. Что мы сделали? Мы сделали рассылку на билетах, которые были куплены онлайн, рассылку QR-кодов. И сразу же писали, что обязательно возьмите с собой этот QR-код, распечатайте или закачайте, или скачайте. Там ссылка на скачку была. Вот. Люди заходили туда внутрь, считывали по QR-коду через PVA приложение, то есть это B-приложение было с считывателем QR-кода у контролеров. Они считывали этот QR, проверяли на валидность, то есть там было определенное шифрование двустороннее и так далее. То есть шифровалось с одной стороны, дешифровалось здесь, проверялась валидность. В общем, все в вопросе крипты было достаточно просто, и это все, что самое важное, было полностью офлайн. А еще, так как контролеров было несколько, мы туда подключили именно в веб-приложение, именно на уровне JS, мы подключили туда подключение устройств с хабом по Bluetooth. Bluetooth там действовал по какой-то странной причине. Видимо, частота немножко другая. И между устройствами автоматически, если где-то с одной стороны прошел чекин, автоматически все это синхронизовалось. Благодаря этому, если ты заходил в одно, в один ход, а выходил в другом, чекин-чекал происходила полная, происходила полная синхронизация. И опять же, это пример истории про QR-коды, когда мы их используем в оффлайне, как замену каким-то другим возможным потенциальным решениям. И в этом случае там был полный оффлайн, когда у нас полностью отсутствует интернет, когда у нас есть PVA-переложения и оффлайновые распечатанные или сохраненные на мобильном телефоне QR-коды. Идем дальше. И следующий пример – это программа лояльности. Мы, конечно, делали это не для Макдональдса, мы делали это для другой сети. Единственное, что, увы, я не могу показать. Я не смог получить разрешение о том, чтобы показать это здесь. Но пример довольно простой. Кафе. И там была потребность в программе лояльности для пользователей. Как это обычно происходит? Это обычно либо физические карты, либо какие-то онлайн-карты а-ля приложения кошелек. Но и физические, и приложения кошелек, они достаточно недешевые. То есть приложение кошелек, там надо платить ежемесячно определенное количество денег. А кафе было маленьким, только открылось, и мы решили ему помочь. В результате мы разработали достаточно простую систему. Это онлайн-сайт, с которой ты регистрировался там по мобильному телефону, и тебя регистрировали в программе лояльности, ты сразу видел свой QR, мог это все предъявить непосредственно там, и все баллы, весь дискаунт зачислялся тебе. Это все было интегрировано с AirKeeper, это система как раз для учета заказов и синхронизации между ними. И эта система очень хорошо себя показала, и уже на протяжении года она успешно используется. И когда я спросил ребят, что, ну, ребят, вы уже начинаете расти, вы не планируете дальше переходить на, как и все остальные, на карты, на карточки, на приложение кошелек или еще как-то, они сказали, нет, нас все абсолютно устраивает, и все максимально удобно и максимально просто. У нас нет ни одного пользователя без мобильного телефона и без мобильного интернета, тем более, что у них там и Wi-Fi есть еще в кафе. И теперь дальше, раз мы затронули тему еды и кафе, следующее это... А, вот, кстати, этот слайд был про... Эх, поменял местами. Это был слайд про стадион. Окей, и теперь идем дальше. Следующее это ресторан без официантов. Я знаю, вы знаете... Я думаю, вы знаете, вы видели такую концепцию, когда абсолютно нет официантов, и вам вся еда приезжает и уезжает самостоятельно. Мы работали с таким рестораном, и обычно в таких ресторанах происходит следующее. Там на каждом абсолютно месте стоит экран, где вы можете с тачем, где вы можете накликать себе, выбрать место, накликать себе то, что вы хотите, и вам это все приедет. Вот. Но мы помогли заказчику сделать ресторан еще и бюджетнее, и еще удобнее в некоторых направлениях. А именно сейчас я вам расскажу. Представьте, такой кейс. Вы приходите, хотите кушать, садитесь на место, считываете QR, там переходите в онлайн-меню, оплачиваете его. Я думаю, вы пользовались подобным в KFC, в Burger King, по-моему, такая же есть, когда вы можете онлайн заказать. Выбираете там блюдо из меню, оплачиваете там же, и ваш заказ приезжает тут же, сверху, сбоку, отовсюду, прямо на ваше место. То есть этот QR-код, он сразу в него вшито место, где вы сидите. То есть на каждом месте свой собственный QR-код. И при этом, что главная киллер-фича, мне кажется, которую мы смогли добавить, это благодаря заказчику, спасибо ему за терпение и за желание сделать что-то инновационное, в этом же приложении был обратный отчет, сразу же начинался. Мы все высчитали, прямо очень хорошо. Обратный отчет, когда приедет ваш заказ. И он приезжал с точностью до трех секунд, что довольно удобно. И мне кажется, что это как раз пример, когда можно сделать какое-то сложное и дорогостоящее решение, просто применив фантазию, сделать его намного более вкусным, интересным и при этом намного дешевле. Вот. Мне кажется, ни один заказчик от подобных вариантов, мало кто из заказчиков не согласится иметь больше функционал, больше возможностей, при этом за меньшее количество денег. И последний пример, крайний пример использования секретного, использования QR-кодов, я вам расскажу вот на примере текущего приложения 22-й год. Сейчас мы делаем приложение, достаточно интересное. Идея его довольно простая. У вас есть мобильный телефон, в котором есть мобильное и пивей приложение, в котором хранится много-много-много информации. Эта информация для вас, она имеет огромную важность, огромную ценность, и вы не хотите, чтобы она в чистом, открытом виде куда-то отправлялась и там могла кем-то перехватиться, читаться и так далее. Вот. Вы не доверяете глобально, вы не доверяете, не сильно доверяете серверам, где данные часто могут быть похищены и так далее. То есть в результате мы придумали такую достаточно простую концепцию. У вас есть пивей приложение, которое условно всегда оффлайн. У вас есть сервер. Сервер все-таки нужен. Причина довольно простая. Это синхронизация между устройствами, но напрямую передавать записи в открытом виде вы на сервер не можете. Имеется в виду в открытом виде, очевидно, зашифрованный через SSL, но все равно все-таки в открытом виде. И на сервере хранить в этом, чтобы сервер мог каким-то образом получить исконные и исходные данные тоже не сильно хочется, потому что данные все-таки очень сильно важны. Хотелось бы максимально секьюрно это все сделать. Поэтому передавать записи в открытом виде это не то решение, которое здесь для нашего проекта подходит. Поэтому мы заменили его на ключ доступа. Это не какой-то пароль, это ничего. Просто вы заходите первый раз в приложение и вам тут же генерируется вот этот ключ доступа, как только вы начинаете что-то вбивать. То есть это просто ключ, просто строка, достаточно длинная, с помощью которой как раз и шифруется перед передачей на сервер шифруется каждая ваша запись. Каждая заметка, которая в этом приложении создается, она шифруется на устройстве и передается на сервер уже в зашифрованном виде. Причем на сервер этот ключ доступа не передается, он хранится всегда исключительно только на этом устройстве. в результате сервер дешифровать эту заметку он не сможет, потому что он не имеет ключа для дешифровки. Итак, теперь у нас есть второе устройство и мы там тоже хотим иметь доступ к этим заметкам. Мы хотим, чтобы сервер нам тоже присылал вот эти вот заметки, которые с первого устройства и мы могли на втором устройстве тоже их видеть. Но что же делать? У нас же ключ доступа находится на первом устройстве. Сервер этот ключ доступа не может нам дать. Очевидно, что мы получаем записи в зашифрованном виде, а что дальше с ними делать, мы понятия не имеем. Очевидно, что самое простое решение это передать ключ доступа напрямую. И вы как раз можете сейчас подумать, что это же идеально для QR. То есть вы просто отобразите QR на первом устройстве, на котором уже есть ключ доступа, выведя туда ключ доступа и сканируя это все вторым устройством, таким образом у вас цепочка замкнется и все начнет работать. Но вопрос в том, что вопрос секьюрности опять же, а именно то, что QR-код, который вы можете отобразить у себя на экране, если он будет статичным и он будет всегда одним и тем же, то в этом случае потенциально, что его каким-то образом через камеры видеонаблюдения, включаем паранойю, давайте включаем паранойю на максимум, через камеры видеонаблюдения, которые наблюдают за вами, через просто кто-то влез к вам на телефон и сканировал, сделал снимок вашего экрана или еще что-нибудь в этом роде. В общем, это все достаточно небезопасно. Поэтому цепочка очень сильно усложнилась, а именно, что мы сервер, запрашиваем сервера на первом устройстве, мы просим сервер дать нам ключ шифрования для ключа доступа, то есть мы просим дополнительный ключ, который будет действовать в течение всего лишь одной минуты, и мы просим дать нам токен для доступа к серверу, чтобы получить ключ дешифровки ключа доступа, то есть сервер генерирует два ключа, условно открытый-закрытый, открытый для шифровки, закрытый для дешифровки. И когда мы запрашиваем сервера вот этот вот ключ, мы еще запрашиваем токен до ключа дешифровки. Сервер нам это все отдает, мы это все впихиваем QR-код, то есть мы не ключ доступа туда впихиваем, а мы туда впихиваем зашифрованный ключ доступа для того, чтобы второе устройство могло это все считать. И мы туда же впихиваем токен. Токен для доступа к серверу, который нам даст ключ для дешифровки этого ключа доступа. То есть сам сервер этот ключ доступа как не видел, так и не видит. Он его никогда не узнает. Но при этом он нам помогает, сервер нам помогает в обеспечении безопасности. Он дает нам решение, которое фактически его не сильно затрагивает, которое нам помогает решить эту проблему. Далее мы передаем, мы вшиваем это все в QR-код. Мы отправляем со второго устройства, отправляем на сервер ключ токен, запрашивая ключ дешифровки. Получаем ключ дешифровки и получаем исходный ключ доступа. И у нас ключ доступа теперь и на первом устройстве, и на втором устройстве. И все прям замечательно. И дальше там на самом деле много всего, очень сильно всего за дополнительного. Я вам рассказал только поверхность. Потому что формат полной паранойи мы включали, когда делали это приложение на максимум, потому что есть было такое требование по ТЗ. И там на самом деле еще много сверху всего накрученного. Это еще не все то, что я показываю на экране. И я просто вам хотел сказать, что все, что вы здесь видели, имеется в виду первое приложение, второе приложение, это все веб-ппп приложения. Они используют все возможности для шифрования, все возможности для хранения данных, которые есть в JS, которые есть в PVA технологиях. То есть там используется защищенное хранилище, там используют какие-то дополнительные вещи. И все это безопасно, все это нацелено на безопасность. И все это используют... И с помощью QR-кода мы позволяем этому быть намного удобнее. Вам не надо хранить пароль где-то, вам не надо его где-то впечатывать. И это максимально, мне кажется, максимально удобно для пользователя и для всех-всех-всех, кто эти приложения будет пользоваться. При этом он будет знать, что это удобство полностью сочетает в себе еще и безопасность. Фактически, подводим итог вот этого приложения. Фактически, что делает пользователь? Пользователь заходит на страницу поделиться ключом доступа, там генерируется QR-код тут же. А второй пользователь, точнее, второе устройство просто считывает этот QR-код. То есть одно действие со стороны пользователя и много-много-много-много-много-много всего-всего-всего происходит под капотом. Итак, давайте переходим к выводам. А выводы, которые я хотел бы сказать, достаточно простые. QR-код – это очень интересное и, как мы видим, за последние 15 лет полезное изобретение, которое позволяет вам творить и использовать его в безграничных целях. Но единственное, что, как я уже говорил, они слишком широки и на сегодняшний день применяются далеко не на 100%. Поэтому я бы хотел предложить, чтобы года через 2-3 мы собрались здесь снова и обсудили неожиданные и очень нестандартные кейсы использования вами QR-кодов. И я очень надеюсь, что мой доклад мотивирует вас на поиске новых идей использования QR, новых решений. И, возможно, вы куда-то толкнете направление QR в какие-то такие направления, где QR еще не был и где он был бы очень кстати. На этом у меня все. Спасибо вам большое. Продолжение следует...